Армейский штаб в связи с тяжелыми потерями в воздухе убедил Митсубиси ускорить доводку нового скоростного бомбардировщика, разрабатывающегося с 1939 года. Митсубиси Ки-67 был лучшим средним бомбардировщиком Японии и во многом превосходил западные машины этого класса. Он легко разгонялся в пикировании до 600 км в час и делал мертвые петли с полным 800-килограммовым бомбовым грузом. Штабы армии флота наконец договорились о совместной подготовке экипажей и боевом применении. И уже первые серийные Ки-67 в апреле 1944-го были оборудованы для нанесения торпедных ударов. Несмотря на технологичность конструкции, до конца войны успели выпустить лишь 698 машин, поскольку заводы были разрушены декабрьским тайкийским землетрясением и постоянными ковровыми бомбардировками. Ки-67 впервые показали себя в боях за Тайвань в октябре 1944-го года, заработав у американцев годовое имя пейки и заслуженное уважение. В битве за Экинаву они действовали вместе с G-4М, нанося удары по позициям американских десантов бомбами, а по кораблям торпедами.